здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы случайные зрители если вы еще не подписаны на наш канал обязательно сделайте это обязательно подпишитесь и в этом выпуске у нас вторая часть видео биологическое равновесие в аквариуме биологическое равновесие в аквариуме это состояние аквариумной системы в целом при котором в результате биологических и химических реакций продукты жизнедеятельности пищевые остатки и прочие успевают разложиться усвоиться не вызывая вспышек отрицательных реакций живых гидробионтов после того как аквариум запустили и первый азотный цикл завершился самое важное это биологическое равновесие или устоявшиеся нормальное функционирование аквариума для более полного понимания поясню что под биологическим равновесием следует понимать чистую воду в аквариуме живые активные подвижных рыбок пышно цветущий сад аквариумных растений чистый грунт без органики и отсутствие водорослей несложно догадаться что в аквариуме кроме рыб и растений живут различные мелкие простейшие организмы черви водоросли грибы и конечно бактерии все организмы так или иначе взаимосвязаны в биологической системе аквариума при этом большая часть из них зависит друг от друга подробно описать попробую я вам именно сейчас а вы представляете включайте фантазию как это все будет выглядеть кормим рыб часть корма осела на грунт рыбки после еды сходили в туалет и отходы жизнедеятельности также попали в грунт прошло время и в грунте от всего этого развились бактерии и микроорганизмы которые перерабатывают корм и продукты на растворимые соединения тут можно вспомнить первую часть видео азотный цикл эти соединения подпитали растения от того аквариумные растения хорошо растут и выделяют много кислорода который в свою очередь поглощается рыбками и другими животными в вашем аквариуме в том числе и биологическими организмами и даже бактериями конечно этот пример неполноценен все гораздо сложнее но полагаю что в вашей голове уже сложилось понимание о чем идет речь когда дело касается биологического равновесия хлеб всему голова и я не зря круговорот начал с корма основным фактором биологического равновесия является правильное кормление рыб именно избыток корма и позднее удаление остатков а также подгнившая растительность существенно вредят аквариуму вызывая резкое помутнение воды другими словами избыток корма приводит к бесконтрольному размножению инфузории туфельки часто подобных случаях от аквариумистов можно услышать слово вспышка вспышки бывают разные зависимости от факторов влияния приведу еще один частый пример появления вспышек когда подкармливают рыб скажем листьями салата не обработав его предварительно кипятком в общем все несвойственное аквариуму вызывает вспышку которая идет за собой болезни и гибели рыб конечно же это в худшем случае хочется вспомнить еще и такое выражение как редокс потенциал под этим страшным выражением скрывается понятие окислительно-восстановительного процесса или окислительно-восстановительного потенциала другими словами это показатель возраста аквариума и уровень загрязненности его воды различными организмами и различной органикой органическими веществами или есть еще одно равноценное или скорее тесно связанное понятие как суксессия аквариума это естественное развитие сложной биологической системы полагаю что для многих эти понятия размыты поэтому поясню что высоким значением родос потенциала обладают молодые недавно запущенные аквариумы в них хорошо растут растения с мелкой листвой и длинными стеблями проходит время редокс потенциал уменьшается и наступает время активного роста других видов растений таких например как эхинодорусы в конце концов этот потенциал совсем падает и это можно увидеть на хорошем росте различных видов тех же самых крипто корин ультрафиолетовый облучатель и озонатор аквариумной воды хорошо повышает сам этот редокс потенциал при этом своевременный уход за аквариум поддерживать его в норме на нужном вам уровне это не все основные конечно же факторы о которых хотелось бы сказать влияющие на биологическое равновесие многое зависит от правильно подобранного оборудования для аквариума грунт ламп и так далее начнем самого аквариума самой формы аквариума ведь многие новички начинают неправильно считая что малоопытность равноценно маленькому объему аквариума запомнить чем меньше аквариум тем сложнее в нем удерживать биологическое равновесие но опять же тут конечно мысль такая двоякая потому что если вы хотите быстрее научиться пользоваться всеми возможностями аквариум научиться его лечить ухаживать за аквариум знать моменты какие как влияют то в таком случае вам конечно же я рекомендую начать с маленького биом для чего для того чтобы в дальнейшем в будущем когда вы зайдете уже большой аквариум этих ошибок не допускать рекомендую начать вообще конечно же с 80 и 100 литров и высотой не более 50 сантиметров не стоит начинать с фигурных полукруглых круглых и так далее идеально подходит прямоугольные и квадратные аквариумы профессионалы конечно же в этой области вообще аквариум подбирают под конкретный вид рыб если вы этим конечно будете заниматься я думаю вы узнаете об этом подробнее из профессиональной литературы таким образом под определенный вид рыб аквариум может быть высотой например 30 сантиметров а длиной 2-3 метра ну так глубоко рассматривать форму аквариумов сейчас не будем при этом учитывайте размер будущих или уже имеющихся рыб сейчас я не беру во внимание уживаемость одних видов друг с другими во всех обзорах на аквариумных рыб на канале пар на нашем канале мы обязательно говорим о размерах и объемах именно для того чтобы не нарушать биологический баланс приобретая ту или иную рыбку дальше важно рассмотреть свет если планируете или захотели аквариум с растениями помните что там должно быть не менее двух ламп опять же мы рассматриваем идеальный вариант для стабильного биологического равновесия но про лампы поговорим подробнее чуть чуть попозже и так после правильно выбранного аквариума нам понадобится фильтр для воды который нам очень облегчит уход за аквариум есть два основных вида фильтра внешний и внутренний советую каждому подбирать именно под себя соответственно любой из фильтров подбирается еще и по литражу аквариума и лучше если есть запас каждый из них имеет свои плюсы и свои минусы внутренний фильтр плох тем что занимает место самом аквариуме и портит вид конечно его можно заставить декором но все же внешний фильтр места в аквариуме совсем не занимает но он сам по себе очень большой очень больших размеров ему отдельно нужно достаточно много места также внешний фильтр обладает тремя основными видами фильтрации механическая биологическая и химическая увы внутренний фильтр обладает минимальной биологической фильтрации и в основном только механической просто в уходе чистки внешний фильтр чистить сложнее наполнение для внешнего фильтра стоит затрат стоит денег зато сам уход делается реже чем у внутреннего фильтра разница в цене самих фильтров сильно отличается если у внутреннего фильтра меняется только сама губка то внешнего все три вида фильтрации какие-то виды фильтрации и что там меняется механическая это губка непористая керамика синтепон для совсем конечно же мелких частей биологическая это как правило пористая керамика и пластиковые шарики есть еще и третье химическое который меняется уголь циолит и торф ну либо что-то из этого следующим шагом будет выбор обогреватель они кстати тоже бывают двух видов стеклянный и пластиковый в чем же разница разница в том что если у вас достаточно крупные рыбы или черепаха то соответственно стеклянный обогреватель вам не подойдет так как он попросту будет рано или поздно разбит обязательно контролируйте с помощью самого термометра температуру в аквариуме чтобы у вас не сварилась уха помните о том что регулятором свойственную погрешности температуру аквариум температуру подымаем да там есть погрешности и достаточно значить значительные уже неоднократно в этом убеждался и обращаю ваше внимание особо на этом ну и тем более любая техника знаете все наверное она может сломаться полететь и соответственно испортить жизнь вашим рыбкам подбирают обогреватель минимум 0 5 ватта на 1 литр но лучше 1 ватт на 1 литр воды еще одним важным оборудованием для биологического равновесия и жизни в аквариумах рыб является компрессор тот компрессор который идет в комплекте с внутренним фильтром может подойти только как временные учитывайте что как два в одном работает фильтр он очень очень слабоват мощность самого фильтра падает да и при забитом фильтре самих пузырьков становится значительно меньше как правило на компрессорах указано сколько в час он обрабатывает воды если 100 литров в час значит на 100 литров если на 200 то на 200 литров но опять же есть нюансы если у вас рыб больше чем должно быть компрессор должен быть мощнее или должно быть больше растений если аквариум это вообще травник и немножко там рыб запущено то слишком мощный компрессор нам и ни к чему в принципе так как растения тоже ведь выделяют кислород многие аквариумисты особенно начинающие не проявляют должного внимания освещению аквариума а зря так как освещение играет одну из наверно самых важных ролей в жизни деятельности аквариума самом начале при выборе аквариума с растениями я рекомендовал подбирать аквариум с двумя лампами и сейчас вы поймете почему в аквариумных салонах и зоомагазинах в наше время огромнейший выбор всевозможных ламп каждая фирма отличается своими особенностями но все же есть такая штука которая называется спектр которая так или иначе дает нам понять какая лампа для каких целей применяется мы сейчас не будем рассматривать все фирмы а остановимся на одной из популярных фирм которая называется glo ну люминесцентной лампы glo фирмы хаген и у них есть семь основных спектров ламп этой фирмы для всех случаев жизни при этом помните если ваш аквариум без живой зелени вам хватит в принципе и одной лампы до 0 3 ватт если растение все же есть то минимум 0 5 ватт до 1 ватта на 1 литр сангло это первая базовая лампа у этой фирмы имитирующая солнечный цвет что часто используется в сочетании с другими лампами если растения и есть то только самые самые неприхотливые вторая лампа которую хотелось бы рассмотреть это аквагло подходит для аквариумов с растениями более того способствует росту растений дает лиловый цвет но это еще не все данная лампа способствует окрасу аквариумных рыб часто эту лампу сочетают с другими лампами третья лампа которую хотелось бы не сказать это power glo это сильный синий цвет использует для аквариумов с небольшим количеством растений и также она усиливает окрас рыб флора glo излучает мягкий розовый цвет используется с лампами для растений как правило используется только в сочинании сочетание с другими лампами отдельно ее никто не использует пятая лампа это life glo особенность данной лампы встроенный рефлектор повышающий интенсивность освещения до 170 процентов лампа излучает белый яркий свет направляемый рефлектором подходит для аквариумов с цихлидами морской водой и террариумов но больше всего эта лампа подходит для биотопов так как них необходимо использовать двойное количество ламп шестая лампа это marine glo специальная лампа для аквариумов с морской водой но так как мы ориентируемся больше на пресноводных аквариумных рыб мы опускаем эту лампу и рассматривать ее не будем и седьмая лампа у этой же фирмы это рептигло специальная лампа для амфибий рептилий и даже птиц так как мы рассматриваем красноухие черепах и на скоро еще один будет выпуск на черепашку еще одну но уже не красноухую а натрионикс поэтому мы эту лампу все-таки рассмотрим и включили в распоряжении наземных животных находится весь спектр световой преобразовывается правил провитаминами используется для костных тканей и даже для регенерации после того как выбрали лампы подбираем грунт при этом нужно помнить о том что некоторые виды грунта повышают жесткость воды для чего нужен грудь в аквариуме вообще многие считают то что он нам нужен в основном для красоты но это совсем не так в грунте живет огромное количество полезных бактерий которые необходимы для азотного цикла что впоследствии приводит к биологическому равновесию в целом сами камушки не должны иметь острых углов чтобы не повредить рыбу при всем этом грунт песчаный или песок вовсе может использоваться только для той рыбы которая часто роется в нем помните что такой грунт лучше не использовать при возможности почему его неудобно сифонить это во первых он выходит вместе с водой второе он сильно слеживается и накапливает себе сероводород сейчас наверное видеть на картинке темные пятна вот вот о чем я и говорил еще я не рекомендую цветной грунт зачастую это искусственный или крашеный грунт от такого грунта пользы совсем нет плюс рыбки с таким грунтом сливаются или вовсе блекнут на его фоне грунт размером 1 5 миллиметров в основном используется для растений при этом толщина грунта в аквариуме должна быть около 7 сантиметров если растений нет то хватит и 3 5 сантиметров если грунт не покупной например сами собирали на реке обязательно прокипятите в течение нескольких часов порой встает важный вопрос о том сколько именно на ваш аквариум необходимо грунта как посчитать даю вам секретную формулу с помощью которой зная длину и ширину аквариума можно легко посчитать сколько грунта необходим в значок это вес грунта а длина и l ширина аквариума ну и аж соответственно высота аквариума который вы хотите положить высота грунта формула достаточно проста если по ней есть какие то вопросы задавайте пишите после всего выше указанного осталось только запустить сам аквариум учтите еще одну важную вещь если вы впервые запускаете аквариум тем более если он скажем литров на 100 то учитывайте то что это примерно его вес запущенного обычная тумба вам скорее всего не подойдет так как у нее нет ребер жесткости засыпав грунт и залив воду в аквариум будет очень тяжелым если тумба прогнется аквариуме стекло попросту может лопнуть часто помимо специальных тумб используют специальные коврики под аквариум следите при установке того ну вашего аквариума следите при установке вашего аквариума чтобы не было перекосов не стоит сразу заливать весь аквариум заливайте его по частям и делайте между частями небольшие перерывы проверяя его на наличие самой течи после того как грунт будет засыпан оборудование установлено и залита вода можно запускать оборудование и можно запускать принципе все сразу оборудование только свет нам в принципе не понадобится но если хотите то можете постепенно увеличивать со временем световую продолжительность и все в принципе аквариум запущен первые дни проверяем работу оборудования как обычно если все работает и вы не хотите ждать пока отстоится вода и подойдет азотный цикл перед тем как запустить аквариумных обитателей используйте химию о которой мы говорили в первой части ну тот самый азотный цикл есть конечно же исключение если вы хотите запустить предварительно рассчитав жителей которые достаточно привередливы к воде то все же стоит немножко подождать потерпите на этом принципе вторая часть подошла концу на этом я с вами буду прощаться всего вам доброго и до новых встреч в третьей части видео до свидания